Доброволец молодежки УНФ Рамиль Литфулов на севере впервые. Ульяновец вместе с остальными участниками приехал на край земли собирать и утилизировать накопленные десятилетиями мусор. Для молодого человека это пока самая дальняя поездка. Несмотря на большие физические нагрузки в непростых условиях, за все время работ первой ямальской смены удалось собрать более 65 тонн металлолома и расчистить несколько гектаров площади. Сначала отходы выносили на берег и складировали в куче, а после погружали и вывозили. Работы велись на побережье Карского моря в поселке Харасавей. Часть из локаций, на которых мы производили свои работы, это были заброшенные военные базы с годов 70-х, 80-х. Были поселки, которые некогда обживались людьми, которые занимаются в сфере нефтегазодобычи. Есть вагончики обеспечения, есть вагончики досуга, есть жилые вагончики. И все это, знаете, в таком формате, что мы заходили, а там ложки стоят, кружки на столе. Но последний раз нога человек там была лет 30 назад. И все это просто медленно утопает в тундру. Не только очистить от металла и прочего мусора, но и утилизировать тяжелые металлоконструкции. Такое под силу только слаженной команде. В арктической уборке приняли участие люди разных профессий и занятий. Группа состояла из 18 человек, инженеры, бизнесмены, представителей молодежной думы, студенты. Добровольцы прошли тщательный отбор, медицинский осмотр и имели при себе отрицательный ПЦР-тест. День добровольцев на Ямале начинался в 6.30. В 8.00 уже выезд на объекты. На севере сейчас полярный день, светло даже ночью. По словам ульяновца, адаптироваться к этому было непросто. Жили молодые люди в условиях общежития вахтовиков. Помимо особенностей полярного дня, непривычным оказалось многое. Флора и фауна Арктики и отсутствие интернета. Именно в этой поездке Рамиль впервые лицом к лицу столкнулся с диким животным миром. В побережье, на котором мы работали, мы выходили с вахтовки сначала два дозорных. Они уходили на 300 туда, 300 туда вдоль берега, занимали позиции повыше и вели кругозор. 360 по 360. У одних за плечами большой опыт работы в экстремальной ситуации, у других не очень. Но все члены команды объединены одной благородной целью – помочь планете стать чище. Как никто другой должен обратить внимание на эту территорию, привелищую мнение общественности и своими трудами, своим делом оказать непосредственную причастность к этому проекту. Потому что, как я уже говорил, Арктика нигде там далеко. Это наша родина. Мы просто все, кто съездил на север, мы поняли, что наша родина чуть больше, чем была в нашем представлении до поездки. Для уборки мусора, который копился на арктических территориях десятилетиями, потребуется не один год. Поэтому проект «Чистая Арктика» будет продолжаться. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Уллправды ТВ.